Друзья, рад приветствовать вас! Сегодня мы с вами обсудим проблемы с вашими телефончиками, Android, iOS устройствами, неважно, если у вас возникли проблемы с зарядом. Есть несколько простых решений и, конечно же, одно самое непростое, но уже технического плана. Досмотрите видео до конца и вы будете в курсе, как решить данную ситуацию. Добро пожаловать на Gannabloxpert, с вами Владимир. Первое решение, которое я вам советую сделать, это заменить на другую зарядку, попробовать. Если будет точно такая же ситуация, попробуйте почистить разъем питания. Туда вы ставите ваш шнур зарядки, просто попробуйте его, попробуйте другие блочки, если это не помогает. Есть другое решение, это сброс настроек. Сброс настроек через безопасное меню, либо же можно сделать через меню настройки. Давайте наглядываем и продемонстрируем, какие у меня механические проблемы были и то, какое нашлось решение. В моем случае есть Android устройство, до момента 26% показывало, зарядка подключена, но процент падает. То есть, все шнурки я менял, кабеля менял, блок питания менял, это не помогает. Разъем чистил, не помогает. Осталось проверить то, что сброс настроек и после сброса настроек уже можно определяться. Если не поможет, значит это контроллер питания. У вас может быть вот такая история, мерцание экрана, пока вы не нащупаете где-то какую-то точку, что он будет работать. Это точно вам говорю, будет не батарея, я уже человека замочил, менял три батареи. После того, как мы запустили наше устройство, у нас есть вариант, это то, что мы сделаем сброс настроек. Его можно сделать через меню, другое, конечно же, но поскольку по стольку у меня здесь закреплена скрепка, без него у меня заряд не идет. Поэтому нужно подождать и сделаем яркость немножко поменьше, так чтобы комфортно было. По крайней мере, мне не знаю там, как вам. Заряд не идет, он не на двух процентах, если успеем, хотя вряд ли здесь нужно, чтобы минимум 50 процентов было. Для того, чтобы сделать сброс настроек. Единственное, что еще может сбросить ошибку, это, конечно же, сброс настроек, но что очень вряд ли я уже сброс делал. Но посмотрим, как будет на этой батарее. Возможно, эту ситуацию исправят. Вот опускаемся ниже, где у нас восстановление и сброс. Сброс, это сетевых, нет, нас сброс настроек полностью интересует. Вот видим наш здесь электронный адрес, мы сбрасываем настройки, стереть все. Идет стирание данных, не знаю, успеет ли телефончик на двух процентов, или не успеет, но мы это посмотрим. Проведем весь процесс и уже проведем какие-то замеры. То есть сейчас примерно 14.02 времени. Посмотрим, насколько быстро это все будет занимать. Я немножко ускорю видео. Как видим, нас приветствует начальный экран. Выбираем русский. Дальше пропускаем это все дело. Проведем активацию. Подключимся к Wi-Fi. Видим то, что у нас сейчас 2 процента. И как бы еще нет тех подтверждений, что наше устройство действительно работает. Поэтому перейдем в батарею. Назначим здесь проценты. Вот чтобы мы их здесь видели. Подождем, будет ли наш телефон заряжаться. Подождем немножко. Если упадет до 1 процента. Видите, время 2.06 сейчас. Если видите. И посмотрим, опустится до 1 процента или все-таки до 3. Пойдет наверх. И так как можете видеть, в моем случае уже процесс пошел. У меня 3 процента пошел заряд наверх. В моем случае помогло. Что делать вам, если не помогает так, как у меня? Но смотрите, друзья, если вам ничего с этого не помогло. Ни сброс, ни поменять шнурки питания, почистить разъем. То скорее всего у вас проблема с контроллером питания. Контроллер питания, конечно же, нужно заменить. Это уже просто купить и заменить. Иначе уже никак. Потому что ситуация такова. Так бывает. Тем более в моем случае у меня телефон постоянно на зарядке подключен. Был в данный момент. Теперь уже немножко его охлаждать. Попускать от его такой полноценной работы. Это однозначно могло бы быть контроллером питания. Я думаю, скоро он к этому подойдет. Он мог окислиться от такой активной работы. Либо же где-то в влажных местах. Контакты окисляются. Их нужно вычистить от грязи. И вычистать точно так же от этой кислотности. Вот и все решение, друзья. Поэтому ничего сложного. Если я вам помог, оставьте ваше мнение в комментариях. Благодарности есть также в описании под видео. Буду очень рад. Подпишитесь на канал. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok